Мойн-мойн, призыватели! Настало время поговорить о корейских билдах патча 12.16. Поехали! В первую очередь поговорим о Диане на топе. Собирают её, кстати, всё через ту же рукавицу, а весь билд вы можете видеть на экране. Брать её туда стали из-за хорошего доль потенциала и возможности выступать как второй фронтовик, причём довольно жирный и с возможностью быстро убивать мягкие цели. А вот на Гвен стали брать Смерть Разума. Предмет даёт хорошую выживаемость и урон с автоатак. Особенно это ощущается в поздней стадии игры, когда врагам будет тяжело убивать и без того мягкого чемпиона. В остальном же билд остался примерно таким же. Брать этот предмет как можно быстрее нет смысла. В лесу нас встречает Виего, который пошёл по стопам многих и начал собираться в брузера. Важно также взять Гост вместо Флэша. Это даст возможность лучше преследовать цель и наносить больше урона. Санфайр же даёт не просто выживаемость, а шанс пережить врыв, и если нужно выйти из него и вернуться, чтобы вселиться во врага. На Актерну же стали брать Игнайт, чтобы после врыва было больше шансов убить цель. А чтобы та не убежала, собираем рукавицу. Эта брузерская сборка даст не только выживаемость, но и безопасно убивать мягкие цели. Тристана на миде и вовсе отказалась от крит сборки и идёт через затмение. Такой билд рассчитан на то, что вы будете влетать в главных керри и быстро их шотать. Руна, смертельный темп и баф в патче помогут с этим. Тут главное правильно выбирать цели и понимать, когда же стоит влетать. Варус в АП набирает популярность. На миде же он показывает себя довольно неплохо. Если вы соберётесь по билду, то сможете довольно быстро выйти в свои предметы за счёт руны, ведь паукать врагов будет довольно просто. Тут главное уметь фармить и быстро выйти в предметы, ведь от этого будет строиться ваша последующая игра. На кайсу же, как и ожидалось, появилась гибридная сборка, которая показывает себя хорошо из-за высокого ДПС и более хорошей выживаемости. Такую кайсу довольно трудно задайвить за счёт ешки и ульты, а в файтах ей станет проще и безопаснее влетать. А вот Зои вышла в саппорты из-за последних бафов. Сама по себе она вносит тонну урона и может спокойно отыгрывать, как осадный маг. А сам же билд вы видите на экране. А вот связка на бот – это Эйш и Сиджуани. У чемпионов много замедлений и контроля, да и начать сражение 2 на 2 они могут до выхода того же лесника. К тому же начинать разгонять лайн такая связка может с ранних уровней. Важно для Эйш взять Гост, чтобы у неё было больше возможностей догнать цель или же просто уйти. Ну, а вопрос дня такой. Какие изменения вы бы больше хотели видеть в лиге? Ответ, как обычно, оставляйте в комментариях, но главное не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Ну что же, всем спасибо за просмотр и пока-пока.